Приветствую вас! Давайте попробуем разобраться с тем, что вы написали. Давайте попробуем ответить на ваш вопрос. Дружил с молодым человеком? Пишите вы, но не пишите сколько времени. Дружите с ним? Не пишите сколько времени вы вместе? И не пишите о том, как он к вам относится. Также вы не пишите о том, какой этот человек, как он к вам, значит, как он себя проявляет, какие его особенности, черты, характеристики. Какой характер ваших взаимоотношений сейчас? И по поводу чего вы общаетесь в основном. То есть, что у вас общего, как много у вас общего. Это необходимая информация для того, чтобы дать вам какие-то более конкретные рекомендации, потому что связанные рекомендации, они по большому счету довольно общие. Я ничего не имею против советов моих коллег. Но для реального разрешения проблемы, для реального улучшения вашей ситуации, для реального достижения цели, нужно, чтобы эта информация была. Далее, как правильно сказать или намекнуть ему, что я готова к отношениям? Здесь давайте рассмотрим два варианта, два возможных вектора развития событий. Первое, это то, насколько вы человеку доверяете вообще. И доверяете ли вы ему, опять же, вообще, потому что, если, если вы боитесь сказать, значит, скорее всего, вопрос доверия, ну, скажем так, под сомнением. То есть, есть сомнения относительно того, насколько вы человеку доверяете. Насколько вы открыты для человека. Насколько человек воспринимает вас, такой, какая вы есть. Насколько вы его воспринимаете, таким, какой он есть. Ведете ли вы себя естественно с ним? Или нет? Ведете ли вы себя с ним спонтанно? Или же, как-то, ну, все время, все время думаете, размышляете, анализируете, пытаясь подобрать, возможно, как бы, ну, самую лучшую форму общения с ним? Значит, если нет, если вы так не поступаете, если вы ведете себя с ним естественно, если формат ваших отношений естественен, то я полагаю, что по большому счету самая правильная будет в вашей ситуации, это просто сказать ему однажды, когда вы будете вместе, когда вы будете, как-то, вот, эээ, ну, на такой, знаете, волне, на волне, эээ, друг с другом, вот, эээ, значит, просто донести до него, что он вам нравится. То есть желательно, эээ, желательно так и сказать ему, так и сказать ему, что он вам, эээ, что он вам нравится. И все. По большому счету, по большому счету, в этом нет ничего плохого. Если вы друг другу доверяете, если у вас все в порядке, если вы, как бы, ну, принимаете друг друга такими, какие вы есть, да, если у вас нет проблем с этим, то я думаю, что сложности никакой не будет. в том, чтобы, чтобы ему это сказать. Конечно, при определенном условии, при определенном условии, что вы, эээ, сами, эээ, боитесь, точнее, при определенном условии, что вы сами не будете бояться, эээ, человеку раскрыться, не будете бояться проявить к нему свои чувства. Ведь если вы боитесь проявить к человеку свои чувства, ну, эээ, это всегда, как правило, о чем-то говорит, это всегда, как правило, свидетельствует о неких подавлениях, эээ, значит, о неких подавлениях, ээ, вами своих желаний, о неких подавлениях вами, эээ, своих, эээ, ну, знаете как, своих импульсов, эээ, вот, а это не всегда хорошо, точнее, даже, эээ, редко, когда это бывает, эээ, вообще, как-то, эээ, конструктивно. То есть, если вы боитесь проявлять, эээ, к человеку свои чувства, прошу прощения за, эээ, гром, у нас тут гроза начинается, вот, извините, пожалуйста, за звуки, эээ, если вы боитесь человеку проявлять свои чувства, эээ, то, это, эээ, эээ, уже ваша проблема. То есть, вы почему-то боитесь, эээ, проявления искренности. И, соответственно, если вы боитесь проявления искренности, то, и, эээ, с вами, как, как бы, работать нужно над этим. Почему вы боитесь проявлять искренность и так далее. Но, в идеале, если у вас, эээ, действительно, эээ, с молодым человеком отношения доверительные, то лучше будет, если вы, конечно, эээ, скажете ему, как есть, правда, это самое лучшее, что вы можете сделать. Вот. Значит, смотрите. Эээ, дальше. Эээ, теперь, если мы говорим с вами о, эээ, немножечко других отношениях, да, когда вы не позволяете себе, ээээ, проявлять, ээээ, проявлять, эээ, насчет, свои чувства, ну, или, эээ, в меньшей степени это делаете, в меньшей степени, ээээ, это как-то, ээээ, значит, реализуете. Здесь вам нужно для себя, ээээ, постараться понять одну такую, в общем, простую вещь, что мужчина по какой-то причине, да, ээээ, не воспринимает вас как женщину, либо стесняется воспринимать вас, ээээ, стесняется проявить к вам свои чувства. И если это действительно так, если он, ээээ, действительно, ээээ, стесняется проявить к вам свои чувства, то вам нужно, ээээ, во-первых, его поддолкнуть, ну, как я об этом, ээээ, скажу немножечко позже, а вот, как именно, я скажу чуть позднее, а во-вторых, вам нужно стать для него, с той женщиной, с такой женщиной, точнее, с такой женщиной, а, которая, ээээ, ему нужна. То есть, с такой женщиной, которую он воспринимает. С такой женщиной, которая, ээээ, для него, ну, как бы, актуальна, которая, которая для него является таковой, с которой он будет чувствовать себя мужчиной, понимаете? Вот это, этот момент, да, и является самым важным здесь. Чтобы вы понимали, значит, чтобы вы понимали, какая женщина мужчине нужна, чтобы вы понимали, с какой женщиной человек будет чувствовать себя максимально мужчиной, да, и чтобы вы смогли, по сути дела, дать этому человеку именно это. То есть, чтобы вы смогли показать человеку, что вы именно та женщина, с которой он может посчитать себя мужчиной. И чтобы человек себя таковым ощутил с вами. Если он это сделает, если он, значит, ну, если он ощутит себя таковым с вами, если он почувствует себя мужчиной с вами, ну, в большей степени мужчиной, да, то, соответственно, есть большая вероятность того, что он будет, эм, как-то с вами вести себя, ну, более, более раскрепощенно, более открыто, а, более, значит, активно, вот. Потому что вы, вы дадите ему, ну, понять, вы дадите ему понять, что вы именно та женщина, эм, которая ему нужна, которая ему необходима, да, вот. Теперь, эм, дальше, дальше идем. Если, если вы, если вы это сделали, если вы, вот, ну, оценили, какая женщина нужна мужчине и могли без вреда, для себя, эм, ею, ею стать, да, то, прекрасно, эм, замечательно, что вы смогли ею стать. Теперь вам нужно, эм, всячески, показывать человеку, это, показывать человеку, что вы можете такой быть, что вы хотите такой быть и так далее, вот. Эм, соответственно, если вы видите, что у мужчины есть, эм, к вам симпатия, эм, если вы видите, что у мужчины есть к вам влечение, да, то вам, ну, нужно, не бояться, эм, значит, эм, проявлять первые шаги. То есть не бояться с ним сближаться, не бояться входить, эм, в его личное пространство, да, эм, не бояться с ним взаимодействовать на более близком уровне, вот. И так, и так далее. То есть покажите мужчине, что вы готовы с ним сблизиться. Ну, а дальше уже, дальше уже, по большому счету, эм, решать вам, вот, по большому счету, решать вам. Эм, либо вы, эм, принимаете тот факт, что ваш мужчина недостаточно, допустим, недостаточно активен, недостаточно, эм, инициативен, и вам придется всю инициативу брать на себя. Либо, эм, либо, эм, вы, значит, эм, просто понимаете, что этот человек не ваш, что вам такой, такой бес инициативный мужчина не нужен, и вы, как бы, соответственно, от него отдаляетесь. Вот. Хочу сказать вам отдельно о том, что это ведь ваше желание, желание, да? Вы говорите, хотелось бы перевести отноши, эм, перевести отношения, эм, девушка-парень. Хотелось бы, так хотелось или нет? Хотите вы этого или нет? Понимаете? Это важно. То есть, если вы хотите, если вы хотите, ну, можно с этим работать. Если вы сомневаетесь в том, что вы хотите, по данному цену добраться с, собственно говоря, эм, причинами ваших сомнений. Есть эти причины ваших, эм, ну, какие они, эти причины сомнений, в чем заключаются и так далее. С этим нужно работать. Опять. Эм, ну, и, то, что вот вы, эм, стесняетесь, то, что вы, эм, сомневаетесь, то, что для вас проблема, эм, ну, проявить какую-то, вот, эм, готовность к отношениям. То, что вы не знаете, как это сделать, говорит об определенной опасности этого для вас. То есть, вы боитесь чего-то. Человек, который чего-то боится, в принципе, не может быть, эм, знаете, эм, ну, в принципе, не может быть свободным в отношениях. Если человек боится чего-то, он не может быть, эм, свободным в отношениях. Поэтому я думаю, что вам нужно, эм, для начала обязательно, эм, определить то, чего именно вы боитесь. То, чего, вот, конкретно вы опасаетесь. И для начала проработать именно ваш страх, чтобы вы, эм, были более свободны в отношениях. А уже после этого, эм, думать над своим поведением по отношению к молодому человеку. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.